Если суп на столе – обед, если супа нет – завтрак. От перемены мест в школьной столовой у некоторых детей испортился аппетит. Для льготников в 24-й школе накрыли отдельный стол. Завтраками их кормят строго по ГОСТу, но не все довольны. Когда ребенок в 11 числа пришел со школы, мама говорит, что за разными столами сидели. Я сначала не предала значение, может какие-то новшества, что-то там как-то это. Потом вот с родителями начали переписываться и выяснилось, что у них отдельное питание. Представители городской администрации решили на месте разобраться в спорном вопросе. Питание льготников – важная статья о бюджетных расходах. Ежегодно на это направляют более 140 миллионов рублей. В Самаре удалось сохранить эту меру социальной поддержки. В большинстве городов, районов губернии питание учеников целиком ложится на плечи родителей. В Самаре 20 тысяч ребят питаются за бюджетный счет. Это дети из малоимущих и многодетных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья. Состав, калорийность блюда, которые получают льготник бесплатно, и того блюда, которое покупают родители, оплачивающие питание, они абсолютно идентичны. В рамках вот этого норматива 55 рублей. Произошел определенный организационный сбой. Конечно, по результатам мы вынесем дисциплинарное изыскание специалисту, которые ответственны за питание. Раньше учеников кормили местные повара, и у контролирующих органов было много нареканий. Теперь за питание этой и еще трех школ Куйбышевского района отвечает муниципальное предприятие «Хлебосол». В 24-й ребята учатся и во вторую смену. Если грызть гранит науки до позднего вечера, одной запеканкой сыт не будешь. Дать родителям учеников право выбирать, что получать за бюджетный счет – обед или завтрак, предлагают представители Всероссийского народного фронта. Мы общий язык с администрацией города нашли. И сегодня мы уже, когда были в столовой, обратили внимание, что тот вопрос, который был задан, мы на него получили качественный ответ. Вкус этого блюда помнят многие взрослые. Настоящая школьная запеканка. Ученики 24-й уплетают за обе щеки, за общим столом. Ольга Морозова, Станислав Левин. События.